Я приветствую всех неуважаемых болельщиков. Чтобы как-то разнообразить новогодний рождественский уикенд, мы сделали подборку лучших голов первой части сезона премьер-лиги КФС. Сразу хочу выразить благодарность всем, кто потратил свое время и отдал свой голос. Голосование уже состоялось, итоги подведены. И сегодня у нас в гостях автор лучшего гола по версии клуба и болельщиков Андрей Кива. Привет, Андрей. Поздравляю тебя с лучшим голом. Спасибо. А сам ты помнишь этот матч? Как это было? Да, конечно, помню. Этот гол трудно забыть, потому что дистанция была довольно-таки дальняя. Удар получился очень хороший и залетел красиво. Но тот матч, ты сам помнишь, вы играли с Казалташем, да? Да. Счет был 4-3. Да, мы выиграли 4-3, да. Но, можно сказать, преимущество было в нашу пользу. Мы постоянно вели в счете, но они нас, так скажем, нагоняли. Счет в той игре получился немного неоднозначный. Севастополь победил с разницей в один мяч. По сути, твой гол стал решающим. Ты согласен? Ну, он был в какой-то, в определенный момент решающий, да. Мы там повели в два мяча, насколько я помню. Ну, каждый гол забитый партнерами был решающий в том матче. У нас есть видеоматериал. Давай посмотрим еще раз этот мяч. Просто фантастический удар. Вот по высоте, точности, силе и траектории, ну, можно смело заносить в футбольную палату эталону. Жалко, такой нет. Ну, тут ракурс немножко боковой. Насколько я помню, траектория мяча была... То есть, она поменялась раза три. То есть, это был не прямой удар? Да, нет. Он вилял. У тебя был удар с подкруткой или ты сразу бил с подъема прямым? Он бьется подъемом, немножко под мяч, в середину мяча, дабы, чтобы он шел вверх, а потом опускался вниз. Но это же удар, это гол, не случайно. Ты отрабатываешь на тренировке подобные удары? Почти вот, как есть возможность, особенно когда мы тренируемся на главной арене нашей, то после тренировки всегда стараюсь отрабатывать. Сколько голов ты забил уже в этом сезоне? Честно, не считал. Я напомню, это два гола. Вот это вот этот и в матче с Кафой, когда тоже был мощный удар в девятку. То есть, дальние, сильные удары – это твое. Еще были в твоей карьере подобные мячи? Если вспоминать, допустим, такие важные и красивые, то это десятый год, когда мы выходили в премьер-лигу, это было здесь на стадионе, то есть до реконструкции еще. Я тогда забил, можно сказать, золотой гол, который принес нам первое место. И также он был забит очень здорово в девятку, в принципе. С кем был матч? Эвка Львов. Правильно. Это был 10 июня 2010 года. Этот гол, по сути, определил дальнейшее прохождение клуба в премьер-лигу. Ты сам вообще смотрел подборку мячей? Да, все смотрел. Какие голы тебе понравились? За какие бы ты прыгал с валды? Если исключить твой. Отдал бы голос Запаныча. Здесь, по-моему, с Крым-Теплицей или с Ялтой. Он тоже ушел в середину и дальним ударом в дальний угол забил. У нас есть, как раз он занял второе место, и у нас есть тоже материал. Сейчас посмотрим, те, кто занял второе и третье место. Вот, про этот мяч ты говорил, да? Да. Ну, здесь уже комбинационный момент. Хорошая игра в пас. И вот, был занят еще третье место, но здесь вот, получил спиной к воротам мяч, развернулся, обошел двух защитников и просто неотразимо под прикладину. Да, прекрасный мяч. Индивидуальное мастерство. И плюс твоя передача. Да. Достойны вообще соперники? Да, все достойны, конечно. Ты следишь за какой-нибудь командой в чемпионате в российском, может быть? В премьер-лиге. В премьер-лиге. Может быть, в ФНЛ, в ПФЛ. Ну, если премьер-лига, очень импонирует игра Спартака Московского. Каррера Массима построил такую более техничную, тактическую игру в плане созидания. И, конечно, там опять же, атакующая линия подбора футболистов очень сильная. Давно ты болеешь в Спартаках? Ну, болел в детстве. Ну, не так яро, чтобы быть фанатом. Я еще узнал, что на европейском первенстве ты болеешь за Барселону. Да. Значит, меня не обманули. Откуда эта любовь? Ну, это... Любовь больше, может, не к самой команде, а к Месси. Потому что я восхищаюсь его футболом. Вот. Ну, и непосредственно игра Барселоны, ну, это радует. Почему Месси? Почему вот здесь Барселона все называют Месси? Там же есть Хави, Ньеста, Санчес. То есть, приятно. Я очень люблю Хави и Ньесту. Это, грубо говоря, моя позиция. Они мне импонируют. Это лучшие, я считаю, на своей позиции. Ну, а Месси, он просто, как говорят, не с топланетами. Ты пытаешься как-то подражать ему, может быть? Нет, подражать, конечно. Ему невозможно подражать. Он такой один. Я пытаюсь перенять что-то у того же Ньеста или Хави. Я слежу за их игрой больше. А по стилю исполнения штрафных Месси, у него больше закрученные такие мячи, аккуратные. А от Рональда, его, можно сказать так, извечный соперник, вот больше в твоем, наверное, стиле. Это такой прямой удар. Ну, вот, в какой-то степени я пытаюсь ударить, как и он. Как он бил в лучшие свои времена. Как Рональда. Да. Рональда сейчас в последнее время стандарты не идут. Вот. Я пытаюсь технически ударить, как он. Прямым, сильным, точным ударом. Давай, кстати, посмотрим и сравним. Галу и Месси и Галу и Рональда. Матч против Сивили. Матч 2014 года. Ну, здесь не особо видно, как. Но сейчас мы на повторе, наверное, увидим, что был обводящий больше стенку мяч. И вортарь был просто не в силах его отбить. Кстати, в моем кампе не было никогда там? Нет. Вот, мы видим, да, такая дуга была закручена. Ну, такая сложная траектория. Ну, если брать тренировки такого вида удара, то вот как он пробил, когда стоит стенка, и мяч пролетает второго. Это вот идеальная траектория, считается. У тебя получаются такие удары? Нет. Я больше приму. А вот еще один. Просто бесхитростный удар. Красиво закручена девятка и все. Результат где он? Ну, вот тоже. Дистанция вроде как и дальняя. Но, опять же, он в своем стиле. Да, с левой. С левой в девятку. Причем, неважно, он бьет слева, угла справа. Все время с левой ноги и все время закручивает. Ну, сейчас пришел Каутиньо. Я надеюсь, ему будут доверять удары справа. Как часто смотришь матч в браслоне? Стараюсь всегда смотреть. Ну, особенно классика. О, это никогда не пропускаем. А вот, кстати, и Рональда. Это еще в периоды в Манчестере. Да, вот мы видим. Вот, просто камень. Мяч залетает. И он уходит вправо. То есть, витарь его ждет в себе, а он виляет. Да, минимальная подкрутка. Мяч практически не вращается. Дальний удар просто. Сумасшедшей точности и силы. Пушка. В чем секрет такого удара? Очень важно правильно попасть по мячу. Определенная часть стопы и часть мяча того же. Чтоб он летел именно вот так вот. Я думаю, твой гол не затерялся бы среди этих ребят. И я думаю, ты достойно мог бы выступить на таких же полях. Кстати, у тебя не было предложений насчет, может быть, переходов? Я не говорю, что это Реал или Барселона. Ну, я всегда стараюсь пойти выше, потому что года мои еще, так скажем, не пришли к тому, чтобы я завершал карьеру у себя дома. Здесь всегда, надеюсь, мне будут рады. Я здесь закончу с футболом. Но всегда хочется поиграть по высшему уровню. А что у тебя сейчас в перспективе? Ну, я получил полноценное российское гражданство. Я уже в России не легионер. Ну, постараюсь выйти на российскую арену. Пускай это там вторая и фонарел. Не важно. Когда это случится? Да, я не знаю. Я в поисках. Просто сейчас, наверное, многие напряглись. Люди, давай, может быть, всех успокоим официально. До конца сезона ты остаешься в клубе. Я еще не могу сказать. То есть, еще это не решено. Ну, ладно, оставим такую интригу. Что бы ни случилось в твоей карьере, я и все болельщики, я в них уверен, будут только желать тебе успехов. Будут за тебя переживать и всегда поддерживать. А что бы ты не уходил от нас с пустыми руками, мы подготовили для тебя специальный приз. Золотой мяч. Ты, может, подумал, что по версии францфутбол, но нет, это у тебя еще все впереди. Пока что это по версии болельщиков и клуба. Держи. Еще раз поздравляю. Спасибо большое. Ну, и пару слов болельщикам, которые за тебя голосовали. Да. Хочу выразить благодарность, кто отдал за меня голос. Постараюсь радовать почаще красивыми голами. Важными голами. Ну, и, естественно, нашей победой полной, ну, целой командой. Друзья, с нами был Андрей Кива, автор лучшего гола в премьер-лиге КФС. Ну, на этом мы с вами прощаемся. Спасибо, что следили. Всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok